доброе утречка всем хотя уже у нас не совсем утречка 10 часов помощничка моя пока еще не пришла я уже как всегда помыла свою машину хотела выйти на улицу вынести вот у меня осталось очень много еды со вчерашнего дня но здесь было очень много коров я просто побоялась выходить вот стоят стоят потому что они сразу знаете подскакивают к тебе и мой не может просто случайно корова тебя ударить поэтому я боюсь пока выходить жду когда они уйдут хотелось показать вам очень интересный момент здесь у меня всегда есть водичка вот здесь капает всегда ну и так как у меня здесь шланг здесь всегда вода глядите вот пчелки и сюда прилетать чуть не мне в лицо и я вот уже несколько дней замечаю что они здесь приходят пить воду и мне стало так интересно действительно ли пчелы пьют воду потому что я знаю что они питаются только вот медом видите сколько их боже я боюсь что они меня покусают каких много здесь и они выпьют воду видите я поливаю каждый день цветы не поняли что здесь вот остается водичка остается здесь водичка и не прилетают сюда пить воду из мне стало интересно сейчас почитала в интернете и оказывается что пчелы до считается что не могут пить воду хотя свою потребность воды они берут из меда там все-таки 20 процентов воды присутствует но в то же время считается что они могут еще разбавлять свой нектар которым они кормят своих личинок ну и плюс для того чтобы сделать в мед из пыльцы из пыльцы и так далее из вот этих составляющих конечно же мед тоже нужно разбавлять потому что получается такая пастообразное такое состояние как бы твердая да поэтому мед должен быть жидким и вот они могут отсюда забирать вот этот вот эту воду с собой для того чтобы разбавлять ну я даже сказали вам что раньше пчел не было сейчас я смотрю здесь их очень много и все больше и больше становится я не знаю может быть рядом где-то их гнездо но пока они мне в принципе никаких проблем не делают вот видите они просто пьют водичку пока они мне как никаких проблем не делают но может быть такое что конечно если они начнут делать здесь свой свое гнездо тогда придется его конечно ломать и убирать когда вот в доме гнездо потому что конечно же это опасно вот видите на данный момент 44 прямо вот пчелы сидит я кстати не знаю это пчела или оса похоже в общем то как ну похоже как на пчелку не знаю осы здесь они такие желтые и крупные более эти как бы похоже больше на пчелу но я даже если честно не знаю пчела не пчела приехали мусорщики слышу что свистят сейчас будем отдавать отдавать будем мусор вот у меня теперь такое большое ведро и очень удобно получается даже если они не приходят два дня у меня помещается сюда вот много мусора видите вот она мусорщица и как всегда вот эти коровы которые преследуют не выйдешь из дома с ведром я хочу выбросить мусора они на меня смотрят они думают что это что-то вот здесь съестное есть поэтому опасно даже с ведром проходить видите вот такая рогатая корова какая вот пошла мусорщики эти бедные тоже с этими коровами посмотрите видите корова все раздолбала и внизу все валяется хлебай эти коровы они как бы не уходят все равно стоят здесь и просят как бы еду здесь еды как бы никакой нету просто просто мусор но тем не менее они думают что здесь что-то съестное здесь у меня кормушка кстати сегодня забыла долить сюда воды половинка еще есть видите больше половины здесь есть это я поставила для коровок чтобы они пили водичку это коровая смотрю она прям вообще она прям вообще не отходит она там постоянной стоит да идет вот идет гита моя помощница идет сюда она пока наверно убирает в соседнем доме что-то выбрасывает потом придет ко мне попозже конечно поздно приходит для того чтобы убирать двор это уже получается поздновато на солнце работать трудно у нас уже вечер сидела долго долго дома сейчас уже начало 8 обычная часов 6 все выхожу на вечернюю прогулку но сегодня у меня совершенно не было ни состояния ни настроения днем мы выходили на улицу причем вот в самый-самый солнце пек то есть это было наверное часово 12 час мы ходили сегодня на похороны ну как не на сами похороны на сами похороны я никогда не хожу мы ходили уже на вот на на через несколько дней когда делаются там определенные главные дни девочки и мальчики я немножко прервалась потому что когда я гуляла я увидела свою младшую невестку которая живет со свекровью и решила с ней немножко поболтать она тоже вечером выходит погулять я рассказывала что мы сегодня в такую жару вышли на улицу и куда мы ездили это были индийские похороны как я уже сказала в самый первый день когда вот происходит сам процесс и кремации это происходит сразу ну во первых понимаете что жарко тело не оставишь тело начинают разлагаться поэтому хоть и охоте зажигают влаговонные палочки и так далее все равно все равно стоит запах поэтому тело нужно кремировать самый первый день ну а потом индийцы вот такая есть традиция 13 дней все сидят в доме гости но есть вот основные дни когда допустим заказывают какую-то гостиницу отель какой-то зал и там делают мероприятие ну можно все конечно это сделать дома ну просто я думаю что они сделали в одном храме потому что очень сейчас жарко и просто невозможно дома все это делать то есть реально жара просто бешеная и готовить готовить еду на такое количество людей то сегодня мы были в храме я если честно не знаю какое количество людей было зал был достаточно большой я посчитала что там было пять или шесть кондиционеров один правда не работал один был отключен но было жарко так что я просто чуть не упала в обморок то есть когда вы туда пришли зашли в этот зал то есть сегодня вот тринадцатый день был как раз вот заключительный день когда это называется вот терви от слова 13 и вечером еще бывает погри погри это когда вот есть у нашей вот этой тети у нее есть естественно сыновья и дочери и сыновья делают какие-то определенные ритуалы обряды и дочь повязывает им полотенца ну так принято даются почему-то именно полотенце и что-то там еще какие-то набор определенных вот вещей я знаю что в полотенце точно ну а еще повязывается обязательно погри это такой вот тюрбан из белой ткани ну еще там даются вот конечно приглашается священник даются священнику отдаются какие-то тоже специальные наименование вещей ну и после этого все уже разъезжаются то есть все гости которые приезжают даже не гости а родственники потому что на похороны гости гостей не приглашают приезжают ближайшие родственники и 13 дней все они находятся в доме то есть считается что 13 дней душа находится с нами в доме и все вот прощаются стоит там фотография каждый день читаются молитвы делаются определенные ритуалы там много всего я там ничего не снимала как я уже сказала что я там нужно было пообедать обязательно вот когда приходишь кормят всех обедом такой прощальный обед и общем я наложила себе в тарелку еды но мне стало так трудно и так дурно что мы когда даже сели за стол у меня резко начала болеть очень сильно голова у меня начала вот кружиться голова прямо смазываться все перед глазами я еще вела машину шофера у нас сейчас нет шофера не а сейчас уволены я уже говорила предыдущих видео что шофер у нас был очень неудачный и плохо водил машину тоже и грубо разговаривал и поэтому они его уволили и машину пришлось вести мне я если честно я испугалась просто как же я поведу машину обратно потому что у меня реально кружилась голова я вам скажу честно что я ехала назад на нулевой скорости просто то есть я была готова ко всему я была готова к тому что если у меня вдруг закружится голова или что то что я просто сразу остановлю машину и поставлю ее хотя бы на обочину если даже я упаду в обморок чтобы не случилось никакая авария вот представьте какое у меня было состояние и когда я пришла домой я была настолько обессилена у меня кружилась голова до самого вечера я в кондиционере лежала но мне было такое ощущение что я как в прострации какой-то просто было то есть настолько вот жарко вы причем эта тетя очень как бы дальняя она с нашей свекровью больше как бы дружила из нашего дома не поехал лучше абсолютно никто только приехал мой муж а вот с наших со всех вот этих соседних домов вообще никто не приехал но свекровь настояла чтобы мы вот прям приехали причем пинки вот средняя невестка на ней приехала приехала поехала только я и пуджа самая младшая в общем я вам честно скажу что я прям пожалела о том что я поехала потому что я в таком состоянии было я просто очень даже сильно боялась и только вот сейчас 8 часов вечера я решила все-таки выйти на улицу подышать свежим воздухом но если честно свежего воздуха никакого нет очень воздух горячий никакого не ветерка ничего то есть настолько воздух горячий я температуру не смотрела но облегчение вечер никакого не приносит абсолютно то есть я вот вышла немножко погулять но я просто не выдерживаю я даже гулять не выдерживает то есть полчаса максимум это все что я выдерживаю кондиционеры в доме работают но такое ощущение что они не работают просто гоняют какой-то горячий воздух чтобы нагреть даже маленькую какую-то комнату занимает ну минимум полчаса то есть уже где-то только после получаса ты начинаешь чувствовать что комната охлаждается вот такая у нас сейчас погода дождики тоже не спешат идти почему-то в этом году то есть были какие-то мелкие дождики бури но но так не сильно как бы на особо на погоду это не не повлияло здесь у нас все по старому пока новостей никаких вот эти вот дома которые обокрали через один вот этот потом через один и еще вот через один я не помню я рассказывала вам подробности или нет сказали что двери рубили прямо топором и молотком представьте то есть настолько люди не боялись то среди ночи все это вот рубилась топором вот здесь я смотрю никого нет этот дом тоже обокрали и дверь я смотрю открыто по всей видимости до сих пор дверь нормально она еще не сделали потому что они выломали дверь вижу что дверь настежь открыта без замка ну это вот дом моей младшей невестки я когда полицейские приходили ко мне в дом и спрашиваю у них спросила почему среди ночи как это вот так топором или они выбивали двери то есть них почему никто не слышал и полицейские сказали о том что очень жарко тех работают вентиляторы кондиционеры кулеры все это очень сильно шумит поэтому поэтому никто ничего не слышал так что опасно это дело вот сейчас мы разговаривали о том что когда мы вот будем сейчас ехать у нас будет мероприятие едем мы всей семьей конечно все прекрасно будут знать о том что мы едем до наши помощницы и все я во первых оставлю охрану в доме а во вторых все свое золото и деньги я в доме ни копейки не оставлю даже вот ни колечко не сережки ни одной я не оставлю доме потому что мне страшно золото сейчас очень дорогое она всегда тут подорожает поэтому если даже потерять даже маленькое какое-то колечко или сервис или сережку то конечно большая большую будет большая потеря а у них вынесли я так понимаю не просто золото и деньги у них вынесли даже мебель в одном там доме то есть под конец когда они уже увидели что никто не идет то есть никто не замечает а никто не обращает внимание на этот шум они начали выносить даже мебель кровать даже газовую плиту телевизор так не сказали уже соседи рассказали то есть даже вот такие крупные большие вещи среди ночи выносили никто абсолютно не заметил что же мои хорошие еще пару кругов пройдусь и иду домой видите улица совершенно пустая только вот одинокий один мужчина вместе со мной ходит по улице и коровы и все больше никого нету в такую жару никто не хочет выходить на улицу даже ночью представьте себе я вот видите болтаю мужчина оборачивается думает что она там болтает у нее за спиной лежит вот так вот коровка прям прямо на дороге я к ней подошла начала гладить она и не сопротивляется прям с удовольствием